Здесь нам опять понадобится правило дифференцирования по частям или правило цепочки. Производная бинарной кросс-энтропии по y будет равна производную бинарной кросс-энтропии по p умножить на производную вероятности по y. Чему будет равна производная бинарной кросс-энтропии по вероятности? Производная бинарной кросс-энтропии по вероятности будет равна следующему. Минус t делить на σ умножить на производную σ. Плюс единица минус t делить на единица минус σ умножить на производную σ. И я напоминаю еще раз, что p и σ это одно и то же. Теперь мы вспоминаем, что производная σ по ее аргументу это σ умножить на единицу минус σ. Что у нас получается? У нас получается, что вот здесь сокращается σ, потому что она присутствует как в числителе, так и в знаменателе. Соответственно, вот этот вот член у нас переходит в минус t умножить на единицы минус σ. А второй член здесь у нас сокращается единица минус σ, поскольку он опять же присутствует как в числителе, так и в знаменателе. И вместо второго члена у нас остается единица минус t умножить на сигму. Теперь мы можем раскрыть скобки. И у нас получится следующее. У нас получится t со знаком минус плюс t умножить на сигма плюс сигма минус t умножить на сигму. t умножить на сигму входит по одному разу с положительным знаком и с отрицательным. Соответственно, они сокращаются. И у нас получается сигма минус t. Таким образом, производная бинарной кросс-энтропии у нас не содержит никаких домножений на сигму или на единицы минус сигма. Поэтому у нас нет никаких параличей градиентов. И поэтому у нас все хорошо. Можно использовать бинарную кросс-энтропию вместе с сигмоидной функцией активации на последнем слое. В целом, забегая немного вперед, бинарная кросс-энтропия – это функция потерь, которой хорошо оценивать вероятности, и любые значения, которые находятся в интервале от нуля до одного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...